Привет! Это рубрика «Вопросы и ответы». Сегодня будет очень познавательно, так что усаживайся поудобнее и смотри до конца. Вопрос первый. Есть ли рекомендации для социотипов, что можно посоветовать каждому Тиму? Первое и главное, что следует понимать, универсальных рекомендаций, подходивших бы каждому Гексли или каждому Рокоспьеру, быть не может. Если вы девушка, введите в поисковой строке рекомендации девушкам. Вы удивитесь, сколько из предложенных пунктов лично вам не подходит. Не потому, что вы какая-то неправильная девушка, а просто потому, что мы все разные. Парни, кстати, тоже можете проверить. Общие рекомендации для социотипа так или иначе вытекают из набора его сильных и слабых функций. И да, сильные функции свои тоже нужно прокачивать. Или ты думал, Гамлет рождается великолепным актером, который с ноги открывает дверь в большой театр, а там его уже ждут режиссеры и сценаристы, наперебой предлагая главный ролик. Сильным этиком эмоций стоит прокачивать эмоциональный интеллект, чтобы их эмоциональность не перерастала в какую-то нездоровую истерику. Точно так же базовым сенсорикам комфорта, несомненно, нужно развивать чувство вкуса, эстетики, стиля, гармоничного их сочетания и так далее. Что касается слабых сторон, прокачивать их или нет, зависит от конкретного человека, обстоятельств и собственно необходимости. Один Дюма, к примеру, может в жизни не сталкиваться с проблемами по деловой логике, все эти вопросы будут успешно закрывать за него другие, а он лишь изредка подозревает, что это его болевая функция. Другой Дюма решит открыть салон красоты, чтобы заниматься любимым делом, делать людям причесочки, наводить красоту. И тут, как айсберг посреди океана всплывает документация, санэпидемстанции, бухучеты и так далее. До какой-то степени Дюма, конечно, может прокачаться в этой сфере, но на это уйдет столько его силы, энергии и времени, что делать причесочки и наводить красоту клиентам попросту будет некому. В таком случае лучше все-таки прибегнуть к делегированию, а не стараться стать терминатором. Относительно развития своих слабых сторон ради того, чтобы просто быть универсальным солдатом, даже если этого не требует обстоятельства, ну такое. Вспомните сказку про ежа и зайца, которые бежали в марафон. Угадайте, кто прибежал первым. Наткнулась в интернете на рекомендации одному социотипу. Я сейчас дочитаю, а вы попробуйте угадать, кому они адресованы. Чаще задумывайтесь о возможных последствиях в своих поступках. Никогда не перекладывайте ответственность за просчеты в деле на других людей. Это может отразиться на вашей репутации в будущем. Пытайтесь контролировать те ситуации, которые выходят за рамки формального общения. Это были рекомендации Жукова, но согласитесь, они подходят любому человеку. Вот кого не ткни, любому можно порекомендовать чаще задумываться о последствиях своих поступков. Вот еще пример. Как развивать структурную логику. Займитесь теми видами спорта, которые требуют особой выдержки и точности. Стрельбой, городками, спортивным ориентированием. Выработайте сбалансированный по основным компонентам рацион питания и строго придерживайтесь его. Ведите упорядоченный образ жизни. Всегда планируйте свои действия наперед. На мероприятия приходите вовремя. Одевайтесь аккуратно и строго. Общайтесь с людьми только по делу. Избегайте юмора, розыгрышей, двусмысленных высказываний. Со всеми держитесь на одинаковой дистанции. Дышите ровно, не жестикулируйте и не меняйте выражение лица, что бы ни происходило. Рекомендации порой доходят до абсурда не потому, что их пишут глупые люди. К слову, пассажи, которые я вам зачитывала до этого, я взяла на сайте уважаемого мной Гуленко. Просто наивно полагать, будто густые брови и ровная челка подойдут без исключения всем девочкам. Точно так же наивно рекомендовать всем Гексли одеваться строго, а всем Достоевским записаться на Айкидо. Если хотите получить персональные рекомендации по развитию себя как личности, разумеется, с учетом сильных и слабых сторон вашего социотипа, рекомендую пройти коучинг по призванию. Да, на правах рекламы. В процессе коучинга вы работаете прежде всего с вашими желаниями, неповторимыми индивидуальными желаниями вас как личности, а потом уже социотипа, ведь именно соционика покажет, где и в каких сферах достигнуть желаемого будет проще, эффективнее, а главное в радость. Можете сказать, из чего складывалось ваше понимание соционики, на чем оно основано, кто ваши учителя, помимо Юнга Ауши? Они вроде особо не раскрывали вопрос семантики. На нашем канале уже есть подобные видео на эту тему, ссылки я оставлю в описании, а вот вопрос семантики, пожалуй, раскрою подробнее. Что если я скажу, что сам Карл Густав Юнг еще 100 лет назад определял психологические типы, анализируя семантику? Не верится, правда? Он же вроде как только наблюдал за пациентами психиатрической клиники, отмечая особенности их поведения, на основании чего и выводил свои мыслительные, интуитивные и другие типы. Или не только. В своей книге «Психологические типы» Юнг анализирует работы Фридриха Шиллера, немецкого поэта и философа, с целью определить его тип. И тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Целый ряд характеристичных черт приводит меня к заключению, что Шиллер по природе своей принадлежал к интровертному типу, тогда как Гёте по природе своей склоняется в более сторону экстраверсии. Нетрудно будет найти и собственный образ Шиллера в его описании идеалистичного типа. Такая причастность накладывает на его формулировку неизбежные ограничения, наличность которого мы для полноты понимания никогда не должны терять из вину. Я считаю, что Шиллер по природе своей, и особенно вследствие его характеристичной противоположности Гётовой натуре, является интровертным типом. Но тут возникает вопрос, к какому из подотделов принадлежит он? На этот вопрос ответить трудно. Нет сомнения, что момент интуиции играет у Шиллера большую роль, и если рассматривать его исключительно как поэта, то можно было бы его назвать человеком интуитивного типа. Но в письмах об эстетическом воспитании перед нами выступает Шиллер-мыслитель. Не только из всего вышесказанного, но и из неоднократных признаний самого Шиллера мы знаем, сколь сильно в нем был развит элемент рефлексии. По сути, еще в 1920 году Юнг делал то, что делаем сейчас мы в рамках обучения соционики. Анализировал семантику речи. Заметьте, он не отправляет Шиллера в интроверты, потому что тот якобы молчалив, или у него маленький круг общения, или по выходным Фридрих и вовсе предпочитает сидеть дома один. Нет же, Юнг анализирует семантику Шиллера на основе работ самого философа, в которых больше рефлексии и своего личного отношения к идеям, нежели их объективного описания. Переводя на язык современной соционики, это объективное и субъективное восприятие, свойственно экстраверту и интроверту соответственно. Если вкратце, то экстраверту проще описать объективную картинку реальности, не пропуская ее через призму собственных ощущений, мнений и отношения к происходящему. Юнг уловил эту особенность экстравертов и интровертов и стал сравнивать, как те и другие описывают один и тот же объект. В своей работе «Психологические типы» Юнг проводит параллели в описании Прометея, того самого, что похитил огонь у богов, чтобы отдать его людям, двумя писателями той эпохи – Гёте и Шпиттеллер. Является в высокой степени интересным сравнить это понимание Прометея с Гётеевским его изображением. Думаю, что мы имеем достаточное основание предположить, что Гёте принадлежит скорее к экстравертному, чем к интровертному типу, тогда как Шпиттеллера я отношу именно к последнему типу. Полное доказательство правильности такого предположения возможно было бы лишь на основании пространного и тщательного изучения и анализа биографии Гёте. Моё предположение основано на множестве разных впечатлений, о которых я, однако, не хочу упоминать, чтобы не впасть в недостаточно обоснованное утверждение. Интровертная установка отнюдь не должна непременно совпадать с образом Прометея. Я хочу этим сказать, что традиционную фигуру Прометея можно было бы и иначе истолковать. Гётовский Прометей творит, и творчество его направлено во внешний мир. Он наполняет пространство образами, которые оформлены и оживлены его душою. Он населяет землю созданиями, порождёнными его творчеством, и в то же время он является учителем и воспитателем людей. У шпиталерова же Прометея, напротив, всё уходит вовнутрь, исчезает во мраке душевных глубин, подобно тому, как и он сам исчезает из мира, удаляется даже из своей ближайшей родины, как бы для того, чтобы стать ещё более невидимым. Как видите, спустя даже сто лет основополагающее понимание того, чем является социатив, остаётся единым. По крайней мере, у нас с Юнгом так точно. Это линза восприятия, благодаря которой одни области реальности. Мы видим ярче и контрастнее других. Пятеро людей зайдут перед работой в кофейню за чашечкой кофе, скажем. И каждый из пяти выйдет со своим восприятием кафешки. У кого-то приятным осадком останутся улыбки посетителей и необычайно мечтательный взгляд бариста. Кто-то унесёт с собой запах свежевыпеченных круассанов и праву не томящегося в духовке. Здравствуйте! Я недавно исполнилась 90-летца дня смерти Маяковского. Очень сильной и трогательной личности. Как вы думаете, какой у него тим? Или по жизнеописанию и творчеству нельзя определить наверняка? Хочешь определять социативы любимого писателя или поэта? Делай то, что делаешь всегда. Читай их произведения. Поверь, лучшего кладезя семантики Маяковского, чем в стихах самого Маяковского, просто не найти. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочёл я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Слушайтесь, какое обилие сенсорики. К тому же сенсорики волевой. В инстаграме мы проводили опрос касаемо социатива Владимира Маяковского. И большинство голосов было отдано за версию Жукова. Я лично тоже согласна с версией сенсорно-логического экстраверта. А вот его стих Сергею Есенину. Сционическому дуалу получается. Тут и битанские ценности полным ходом. И волевая сенсорика во всей красе. Встать бы здесь гремящим скандалистам. Не позволю мямлить стих и мять. Оглушить бы их трёхпалым свистом в бабушку и в бога душу мать. Это время трудновато для пера. Но скажите вы, калеки и калекши, Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптани и лекши? Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. Справедливо будет заметить, что это лишь рабочие версии. Мы не можем взять интервью у Владимира Маяковского или Фёдора Михайловича Достоевского, чтобы как-то утвердиться в их социотипах. Но мы можем анализировать их произведения. И, как делал в своё время Юнг, выдвигать рабочие версии их социотипов. Взять хотя бы того же Достоевского. Куда не ткнёшь, попадёшь обязательно в этику отношений. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Люди созданы, чтобы друг друга мучить. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак. Никогда не третировал его как увлечение нерасчётливой юности. И супругу свою до того уважал и до того иногда боялся её, что даже любил. Ну или до боли знакомые всем преступления и наказания, где душевные муки главного героя занимают 80% всего произведения. К концу прочтения ты уже сам ощущаешь себя Раскольниковым, повинным смертью бабушки. Настолько глубоко его рефлексивное самокопание проникает в сознание читателя. Зачем всё это? Что после 20 лет каторги, раздавленной муками, идиостом, старческом бессилии, я буду лучше осознавать, чем теперь сознаю? Нет. Просто душа моя смирится, буду хныкать, называть себя разбойником. Ну да, так и будет, а как же иначе? Капля камень точит. Этого-то им и надо. А ведь каждый из них сам подлец и разбойник. Уже по натуре своей, а хуже того, идиот. Редактор субтитров А.Семкин